Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня у нас еженедельный выпуск в рубрике «Камчатка. День за днём». В этих еженедельных выпусках мы узнаем о том, как в разные годы века минувшего жил наш полуостров. Для этого мы знакомимся со старыми документами и читаем старые газеты. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем о том, что происходило на нашем полуострове со 2 по 8 июля в разные годы века минувшего. Да. Опять-таки нужно напомнить, что «ща» значит «щаранская». Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Лев Щаранский. Креативная партия свободы совести. КПСС. 2 июля. Год 1917. Газета «Камчатский листок» сообщает, что сегодня в соборе литургию в 9 часов утра совершит новый настоятель Петропавловского собора, отец Валентин Кома, а епископ Нестор совершает литургию в колонии прокаженных. День следующий. Третий день июля 1940 года. 46-местная летающая лодка, пишет газета «Камчатская правда». Днями ожидается прилет прямым рейсом из Хабаровска в Петропавловск летающей 46-местной гидролодки ПС-30. Эта гидролодка представляет из себя большой, комфортабельно оборудованный четырехмоторный самолет. 4-й день июля, 35-й год прошлого века, опять-таки «Камчатская правда», главная газета «Полуострова» сообщает, что хорошо и радостно стало жить Алиутом. Из этой статьи мы узнаем, что в селе Никольском в каждой семье имеется своя корова, свиньи, куры. Кстати, замечу, что сейчас в Никольском ни одной коровы нет. Жители села Никольского, пишет «Камчатская правда», в курсе всех событий в Советском Союзе и за рубежом, в 11-ти квартирах имеется радио. По вечерам сюда собираются соседи, чтобы послушать новости, передаваемые Хабаровском. Таким образом, на Беринге узнали об исторической речи великого вождя товарища Сталина, произнесенные на выпуске академиков РККА. Спустя несколько дней речь вождя уже хорошо знали в каждой семье Алиута. Далее газета пишет, приводя в слова директора звера совхоза Вячеслава Михайловича Элиша. Кстати, Элиш впоследствии возглавлял Крановское заповедение в годы войны. Элиш говорит, только при советской власти стало возможным приступить к организации планового звероводческого хозяйства на командорах. Трудная предстояла задача, а она требовала упорного терпения, настойчивости и средств. В газетах сообщают, что до прошлого года, то есть до 34-го года, Алиутский зверосовхоз работал в убыток, но в 34-м году он дал уже более 20 тысяч рублей прибыли. Также мы узнаем из публикации в «Хамчатской правде», что в 35-м году в селе Никольском на одного человека, цитирую, приходится 5 квадратных метров жилой площади. Но это мы еще считаем недостаточным. В этом году количество жилой площади будет доведено до с 5,5 квадратных метров на человека. Сейчас стало хорошо жить, говорят Алиуты. Мы сейчас живем действительно у себя дома, на родине, а не на чужбине, как жили 17 лет тому назад. Напоминаю, что все газетные публикации и все документы, которые я использую в своих выпусках «Камчатка день за днем», можно увидеть на сервисе «Яндекс.Дзен», на моем одноименном канале, который называется так же, как канал на Ютубе. «Камчатка с Александром Петровым». Ссылка в описании. А мы продолжаем наше чтение дальше. 1942 год, 4 день июля, «Камчатская правда» публикует статью о морской капусте, написанную кандидатом биологических наук Абрамовым. Автор пишет, «Развитие животноводства на Камчатке требует обеспечения животных необходимым количеством кормов. Если Камчатка в целом имеет неограниченные возможности заготовки кормов для лошадей и скота, то ее береговая полоса вследствие отсутствия больших сеноугодий находится в несколько худшем положении». «Транспорт сено из центральной части на побережье сопряжен с рядом затруднений, поэтому необходимо кормовые ресурсы изыскивать на месте». «Это точно». «Здесь на помощь животноводству приходят богатства моря». «На каменистом грунте, мелководье, вдоль почти всего восточного побережья и в районе озерной по западному берегу встречаются густые заросли морской водоросли, так называемой морской капусты. Уже одно название данное этой водоросли указывает, что она представляет собой пищевую и кормовую ценность». «Но это не точно». «Сбор морской капусты», — пишет кандидат биологических наукобранов, «производится машинным способом или вручную. Второй способ применим в наших условиях. В тихую погоду на шлюпке выезжают в море и длинным шестом с развилкой на конце срывают водоросли, накручивая их на шест. Одна шлюпка за день может собрать несколько центнеров капусты. «Коровами и лошадьми», — пишет камчатская правда, «морская капуста поедается в свежем, силосованном и сухом виде. В последнем случае перед дачей корма ее необходимо размачивать в пресной воде несколько часов, а затем скармливать, так как сухая морская капуста в воде разбухает в несколько раз и съеденная в сухом виде может вызвать сгучие живота». Хорошо эта водоросль поедается в разваренном состоянии в виде отдельных кустовых лесок. Собирать морскую капусту необходимо в июне-агусте, до периода ее размножения, так как летом она наиболее питательна. На Камчатке организовать сбор капусты и кормление ею животных — неотложная задача не только животноводор, но и местных советских и партийных организаций. Ну что, продолжим наше знакомство с камчатскими событиями. Пятый день июля 1944 год. Газета «Камчатская правда» пишет, что в Козыревске с успехом выступает на летних гастролях бригада областного драматического театра. Населению Козыревска показаны пьесы «Мой сын», «Без вины виноватые» и другие. На спектакли приезжают зрители окрестных селений за 30 километров. В ближайшие дни театр выйдет в Козыревский совхоз, а затем в Ключевской лесокомбинат. 6 июля 56-й год века минувшего опять та же самая главная газета полуострова сообщает, что «Рыбкоп» изготавляет рыбные копчености. Сообщение из Усть-Большевецка Сочное и нежное мясо чавыча и гольца Прекрасный сырец для изготовления различных копченостей За последние три месяца Коптильный цех Усть-Большевецкого рыбкопа, которым руководит Михаил Яковлевич Чумак, дал для трудящихся районов больше четырех тонн различных копченостей из рыбы. Голец горячего копчения, балыки, а также копченые головки и брюшки чавычи. Продукция коптильного цеха пользуется большим спросом у населения. 7 июня 1943 года Автор Овсянников В своей заметке «Пищевые концентраты», переданной по радио из Озерной, сообщает, что в июне месяце коллективы рыбосушильных заводов Озерновского комбината дали для фронта высококачественные пищевые концентраты. Бригада знатной стахановки Жени Кабуновой в июне выполнила 5 месячных планов по выпуску рыбных концентратов. Бригада товарища Помяковой также перевыполнила июньский план по сушке рыбы. Ну и последняя публикация сегодняшнего дня – это публикация 1948 года. Восьмой день июля и та же самая газета. Газета сообщает, что открылись пионерские лагеря. Обратите внимание на правильное употребление множественного числа. Не лагеря, а лагерей. Так же, как правильно говорить, ну, к примеру, не директора, а директоры. Не слесаря, а слесаря. Наконец-то вы узнали правду. Газета сообщает, что на островах Беринга и Медны открылись пионерские лагеря. В них отдыхают 25 школьников-алеутер. Открыт пионерский лагерь в селе Хутор, в котором отдыхают школьники города Петропавловска. Группа школьников, проживающих в поселке Индустриальном, 4 июля, выехала в пионерский лагерь. Среди них дети трудящихся судоверфи. В треснах общат рыбстрой, рыбкопа и других предприятий и учреждений поселка. В первой смене отдыхают 68 школьников. Лагерь расположен в живописном месте, в бухте малолагерной. На сегодня все. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится раз в неделю вместе со мною, узнавать что-нибудь новое о камчатских событиях века минувшего. Пишите комментарии. Напоминаю, что один раз в месяц на моем канале проходит розыгрыш какого-нибудь моего фотоальбума о Камчатке среди тех, кто сделает на развитие канала пожертвования, так называемые донаты, на номер карты указаны в описании под роликом. Ну а если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните рекомендации по вот этой вот подсказке, которую вы видите в правом нижнем углу кадра. До свидания.